здравствуйте дорогие любители стимбанка с вами снова фирма peterson и я эдвард петер и вы сразу спросите а чего ты эдвард тут расселся почему тут не настраиваешь ничего не бегаешь тут нам ничего не показываешь я обязательно покажу вам но прежде всего перед этим правильно сказать по я должен вам кое-что поведать не 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 перематывайте ни в коем случае это важно дело в том что когда вы мне пишите что примеру да эта картинка ничего но вот тот то тот то сделал гораздо лучше эти вещи нельзя сравнить по трем причинам первая причина вы не знаете с каким действительно светом работал человек то что показывается вам на экране это уже бывает очень часто обработанная фотография и уже подогнана фотография если вы видите разные источники света один желтоватый 2 беловатый да и потом вам показывает картинку где абсолютно голубой красивый цвет тут у меня могут закрасться подозрения небольшие но это не в этом суть дело в том что вы можете иметь эти как немцы говорят унтерсилия это ну вот эти вот всякие декорацию а можете не иметь у вас могут быть совсем другие цвета и так далее и учитывайте то что я уже говорил что я не делаю супер картинки ребята я возьму свою тяжелую артиллерию сделаю вам супер картинку в фотошопе и и вырежу выложу скажу вау да попробуйте повторить вы не сможете зачем тогда это зачем поэтому смиритесь с тем что во первых не всегда то что вам показывать на самом деле есть и я же тоже не не пуп земли скажем так да человек может быть просто лучше меня опытнее меня и и все я с этим спокойно живу поэтому живите тоже с этим то есть вы у меня взяли идею и ее воплотили если вы сделали это лучше но прекрасно я буду только рад я только-только рад буду если у меня об этом еще расскажите я вас получусь и третье если вы когда-нибудь вдруг наткнетесь на картинку которая чем-то напоминает вам то что я уже делал не удивляйтесь дело в том что я иду по пути тому же как он когда я учился на архитектуре я шел в наш музей новосибирске там была выставка рериха николая рериха и я просто рисовал там картины я думаю что рерих вы от этого сейчас гробу не перевернулся что кто-то взял его картину и научился на его картине передавать свет свет вот эти вот тибет красивый и так далее то есть это очень хорошо на самом деле если вы учитесь у профессионалов те которые ушли уже далеко далеко и вы пытаетесь за ними повторить ну нам пока это еще рано да у нас так и рано я занимаюсь стоком наверное две недели пока что да конечно мне помогает мой опыт предметчика но тем не менее я вижу что здесь есть такие всякие разные подводные камни которые мне приходится обходить учиться их обходить а потом я вам просто показываю результат вот и ваше дело его принять или не принять или пойти к тому товарищу заплачить определенное количество денег и у него поучиться почему говорю товарищ это эдуард крафт он мне очень нравится это очень нравится его подача его работы его в нем что-то есть такое очень позитивно харизматичный такой человек и мне очень нравится наблюдать за тем как он это делает как он показывает он призывает вас на курсы это его право естественно он для этого и работает он живет ребята вы знаете я вышел на пенсию вот через месяц и и мне это уже не надо совсем вот а ему надо и поэтому это вполне оправданно что и он делает это очень мягко очень ненавязчиво до той степени завлекающая что вы знаете я мне мелькнула мысль ну что ну 100 долларов блин господи это же не прям катастрофа какая-то я сейчас заплачу пойду к нему на курсы блин выложу самые сливки оттуда а потом раз все расскажу но я так не могу делать ребята я не могу так делать это бесчестно по отношению к эдуарду который потом бизнес просто рухнет а я за счет его возвышусь нет нет ребята мы будем с вами идти своей дорогой будем сами учиться чего я это все говорю а потому что внизу не хорошее настроение трумф трумп и там там трамп трамп извините он он победил на выборах я его ему это желал я страшно не люблю клинтон я всю эту как вы говорите пиндосовскую государственность я терпеть не могу и мне кажется пришел сейчас свежий человек но об этом я буду говорить в своем другом канале а сейчас не об этом я к тому что есть повод выпить шампанского и вот дело в том что мы с вами обязательно будем снимать в наших новогодних на тюрьму это шампанское и я до этого как мне кажется я еще не снимал шампанского поэтому для меня это будет тоже своего рода обучалка которая сам себе преподам а вы можете при этом присутствовать как референс бильд то есть пример я взял вот эту картинку нашел ее в интернете посмотрите вот давайте мы ее обсудим давайте мы присмотримся к ней это очень хороший способ научиться что-то делать то есть вы берете картинку да смотрите ее и начинаете анализировать как она сделана я вам скажу больше а раньше учился снимать портреты по отражениям в зрачках у модели честно я смотрел где стоят софтбоксы и хистота также но сейчас слава богу уже много разной литературы много разных видео на эту тему раньше это было не совсем просто что вот эти брызги все вот эти вот звездочки это фотошоп это естественно и мы с вами сегодня тоже сделаем это фотошопе радуйтесь те кто любит фотошоп я обязательно это сделаю пускай у меня видео будет 30-40 минут но сегодня мы пройдем до конца с вами обратите внимание также на пятно который находится за бокалами любой уважающий себя фотограф предметчик скажет ребята даже не думайте надо снимать это все сзади то есть ставьте вот этот самый прозрачный лист полупрозрачный там гели и получайте свое удовольствие у меня другое мнение немножечко есть два пути я вам покажу сегодня второе так потом что ну в общем то здесь очень простая и все таки я считаю эффективная картинка а я ее скачал с какого-то вэлтпэпер то есть какие-то бэкграунды у него нет как бы там написано что видите кто-то там с какого-то сайта это но это уже остыблены так как мы с вами не собираемся это продавать мы собираемся на этом учиться и вы знаете что мой канал он даже не имеет рекламы то я спокойно это возьму как образец как того айвазовску но это далеко конечно сравнение не этично но тем не менее давайте вот давайте сегодня поэкспериментируем возьмем вот эту картинку да и скажем себе вот мы ее сможем сделать хорошо давайте начинать так что же нам потребуется чтобы снять такую картинку во первых две вспышки камер две вспышки одна так дараясь тубусом обязательно кусочек картона или ватмана коричневого цвета неважно какого оттенка ленточка желто золотистая три бутылочки маленьких шампанского я взял кляйна ребельс маленькие революционеры революционер ребельс это повстанцы революционер но хорошее название да потом я издуманно притащил два фужерчика потом нам нужно будет парочка троечка зажимчиков штативчик куда мы это все будем вешать и те же самые доски я взял которые применял до того как в другом видео в каком я применял а с огнем там было у нас все правильно глинтвайн вот все давайте тогда немножко возьмемся за дело итак первое что мы с вами сделаем дорогие друзья это вот хорошенечко протрем бокальчики наши шампанского вообще я вам хочу сказать что если вы хотите допустим более так это простенькое сделать то тогда не берите выгнутые сюда бокалы возьмите сюда выгнутые тогда у вас будет проще с этими бликами которые мы с вами видели вот я вас уверяю то есть выставим сразу же наши бокальчики руками за них больше не беремся беремся только с помощью или одеваем перчатки но вы знаете я не люблю работать в перчатках я люблю чувствовать материал люблю чувствовать предмет перчатки мне мешают и к тому же я убедился при увеличении они оставляют еще эти хлопчаток бумажные они оставляют какие-то эти ворсинки а резины я вообще ненавижу поэтому вот так вот так сделаем так и вот установим такой коричневый фон то цвет сейчас секунду я достану нашего натюрморта или открытки назовите как хотите зависит от цвета вашего картона но к сожалению вот у меня было выбора небольшой всего два вот этих коричневых поэтому я от этого буду и отталкиваться я думаю что вот этот слишком темные и он не даст такой хороший эффект как вот этот мне больше нравится он более теплый такой и сейчас мы с вами займемся тем что вот здесь создадим световое пятно вам все будут говорить что зачем это не надо тут сзади надо повесить прозрачный лист и через него снимать ребята не впечатаем у меня есть такой прозрачный лист правда с дырочку но ничего у меня он есть лежит ли он у вас в кладовке вот в чем проблемка поэтому я всегда стараюсь сделать так насколько можно проще чтобы вы могли пойти в какой-то книжный магазин купить кусочек ватмана или самим даже покрасить и сделать это вместе с нами вот в этом заключается фокус а не в том что я вам сейчас выставлю всю свою технику и создам супер-пупер картинку которую вы никогда не сможете достичь а то что я вам сейчас показываю это вполне возможно это снято вживую и поэтому я думаю что вы сможете просмотрев сейчас дальнейший ход наших событий это все повторить поэтому давайте начинать так я сейчас сюда поставил вапы решеточку и попробуем сейчас на этот фон который я установил сделать здесь пятно и посмотрю поглядим как это выглядит давайте а выглядит это вот так и не очень импозантно да и цвет какой-то такой какой-то не совсем тот который я хочу поэтому я сейчас взял где она у меня вот вы знаете продаются такие сейчас покажу точно такие папочки различные вот видите для документов и я не знаю для чего так что здесь написано шнольфефтер то есть быстро сшиватель скажем так и вот есть такие красивые довольно таки я оттуда я просто вырезал вот такой кусочек и сейчас его сюда поставлю так и давайте посмотрим будет ли какое-то различие ну конечно различие есть цвет поменялся уже стал более теплым таким не таким уже коричневым почему я держу свою вспышку на 1.32 почему я не делаю сильнее а потому что в планах у меня еще одна вспышка для чего для того чтобы сделать вот здесь вот эти вертикальные блики ребята честно я бы сейчас поставил свой софтбокс большой стрип да такой полтора метра багнул и все и проблема решена но понимаете я думаю о вас поэтому я иду на то что будет сложнее на то что будет может быть не так как хотелось но тем не менее вы помните наверное вы когда-то с вами шили вот такие софтбоксы такие стрипы на вспышку да то есть вот так она надевается это я сам делал и где-то у меня там по-моему там когда мы делали до сих пор стоит ссылка на выкройки то есть то есть вот это я вам могу предложить потому что это то что вы можете повторить если у вас пока нет желания или просто нет средств временно на то чтобы купить большой стрип поэтому давайте мы сейчас сделаем почему я сказал что я держу это на 1.32 а этого на 1.4 вот именно что я поставил 1.4 то есть я буду делать не только блики но я буду просвечивать это шампанское поэтому мне не надо там чтобы сейчас прям такое пятно красивое было яркое да мы его получим так попробуем сейчас как это будет выглядеть ну вот видите блики и появились здесь паразитные есть но я думаю когда мы нальем шампанского вот это бурление пена это все отойдет так ну вроде бы схема и готова сейчас я скажу сколько у меня на камере на камере у меня 160 и f5 f5 потому что у меня один бокальчик будет чуть-чуть выходить я хочу чтобы оба были в резкости знаете я вам скажу так что настройки конечно что я озвучиваю хорошо но с другой стороны я вам обрезаю возможность экспериментировать то есть вы поняли что ага 5 одна 160 это такая это такая все но вы попробуйте других просто просто попробуйте я вас уверяю это доставляет удовольствие тем более когда уже получится да попробуйте что-то другое возможно вы найдете лучшее сочетание откуда вы найдете итак дальше ну вот декорацию я поставил уже ну вроде бы все пока нет там шампанского еще но мы давайте сделаем контрольный выстрел так сказать перед тем как наливать потому что это уже будет последний кадр и тут уже шутить не придется или пан или пропал так смотрим ну что ж выглядит довольно-таки бодренько ну что ж шампанское наливаем ну вот дорогие друзья теперь у нас с вами всего три попытки даже может быть две потому что здесь это шампанское настоящее но 0,3 по-моему 0,2 даже каждый стакан здесь 0,2 ну ладно приготовимся дышите глубже я взволнован возможно я сейчас поочередно буду наливать потому что я чувствую что я просто не успею был бы у меня ассистент которого я не могу к себе к сожалению позволить а тут бы наливал а я бы только фотографировал так делаем последний контрольный выстрел в голову ну вот половину провел так все нормально так отлично убираем теперь автофокус и теперь здесь Ричард тебя как раз здесь не хватало сейчас итак снова дышим глубже мы взволнованы ну вот и все дорогие друзья пошли в фотошоп пока я еще в состоянии там работать так давайте выберем вот эти две фотографии отправим их фотошоп сразу же я смотрю что мы с вами угадали по тону так хорошо он отличается от той картинки но она немножко пережженная та картиночка да мы сделали более мягкую и так возьмем любую из них это летом все равно какая и сделаем так контрол а выделяем контрол с c и контрол фау добавляем сюда теперь ставим маску и с помощью кисточки черненькой давайте мы здесь поставим это не вызывает никаких трудностей потому что мы снимали с вами на при одном и том же свете при одном и том же положение и поэтому без проблем в общем-то ну вот после того как мы это сделали можем теперь собрать все на одном с помощью контрол шифт альт е и посмотреть может быть нам нужно будет немножечко высветить чуть-чуть правда не надо сильно здесь стараться ни к чему я возьму сейчас вот этот средний тона и вот здесь между ними немножко наверху так вот так сделаю даже это много вот так оставим достаточно потом так ну и теперь и возьмем шестиугольничек где он у нас он у нас сделаем новый слой и шестиугольничек у нас находится где-то вот тут вот оно шестиугольничек так шесть углов у нас так и вот вот такой да хорошо белый а сейчас я возьму вот этот вот вот этот цвет тоже вот этот может быть еще такой подходящий светлый участок но чтобы он не был совсем белый в ту же рель так ну вот так это давайте попробуем сейчас возьмем вот этот и начнем так 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 здесь тоже так ну это в общем то видите здесь в разброс можно это делать ничего страшного пройти здесь тоже по самой ленточке надо будет такие пузырьки надевать так то есть это уже зависит от того как вы это сделаете так оно и будет возьму теперь потемнее цвет темных цветов нет просто вариации от этого сейчас возьмем то есть вот теперь мы желтенький возьмем и начнем тут то есть и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и не хочу этому много уделять внимания, потому что это я уже предоставлю вам. Если хотите, можете потренироваться в этом и поделать уже, которое вам нравится. Так как, допустим, побольше здесь наделать таких звездочек. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, есть у подходящего что-то такое. Вот эта штука. Вот этот, понимаете. Так. Так. Чуть-чуть еще добавить размерчик. Так. 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 так у меня есть еще тут раз уже праздник пошел так откроем к мы звездочкам не специально звездочка такая я сюда сейчас скину здесь там еще меньше в общем праздник нам приходит так и напишем что там хэппи но из я ну Ну, вот, в общем-то, и все. Готова котинка. Ну что ж, дорогие друзья, любители стимбанка, я надеюсь, вам понравился вот этот эксперимент, который для меня тоже был очень интересным. И сейчас, после того, как мне пришлось пару раз отпевать оттуда и доливать новое, я за вам хорошим, благодушным настроением. Да-да, бывает. Ну что ж, я думаю, что картинка нам удалась. И я желаю вам, чтобы вы смогли это, при желании, конечно, при вашем желании, что я желаю, чтобы вы смогли это повторить, принести в нашу группу и показать, а я вот так умею, да? Поэтому наш лозунг был, есть и будет, делайте с нами. Делайте как мы, делайте лучше нас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин